Прислали ориентировочную стоимость, хорошо, переписки, сколько вы примерно, прикидывайте, будет стоить запрос. Это очень дорого. Еще раз, смотрите, Национальный банк не берет сейчас никакой платы. Это недоходный сейчас для него бизнес. Если мы говорим о плате между участниками, то есть абонентами, то та цена за идентификацию, которая озвучена рынку, она сформирована на базе предложений банков. 20 гривен – это небольшая цена. 20 гривен – это большая цена. Рынок об этом говорит. Когда банки обращаются к мобильным операторам и слышат примерно такую же цену, банки говорят, что это дорого. Поэтому, с одной стороны, тем, кто хочет купить, банки ставят цену ту же, которую им ставят те, у которых банки хотят. Система достаточно ярче в виду. Коллега, который из Допадова у Судра, я думаю, что многие обратили на это внимание, заострил внимание на следующем. Есть так называемая общая ценность, общая полезность. Грубо говоря, если государство считает, что такого рода идентификация должна существовать, то такая идентификация должна быть максимально простой и максимально дешевой. Это мое личное мнение. Поэтому, если бы коммерческая модель, которую вы сейчас хотите внедрить, предполагала бы, как минимум, между банками минимальную стоимость такого рода услуг, то банки попали бы в проект, вот те, которых там пока нет, достаточно быстро. И, опять-таки, Ли Николенко, докладывавший утром, говорил о том, что на примере разных стран, как быстро внедрялась система, когда временной зазор в Украине, фактически, такое активное внедрение системы происходит в последние полтора года. Ну, может, два года. Соответственно, до тех шести лет, которые были, как и делал назван, по одной из скандинавских стран, нам еще... И при этом мы покрыли достаточно большой сегмент рынка. Поэтому вы потенциально, наверное, можете покрыть весь рынок очень быстро, но для этого вам еще нужно совместно с... Или не вам, а государству в целом, нужно обеспечить электронные ID для каждого первого профессорина. Нет, я говорю государство. Государство, не вам, я поправился, да. Потому что здесь вопрос достаточно... Или можно идти по пути альтернативной мобильной мобайл-айди, где тоже есть нюансы, потому что 95% всех не идентифицировано. Но то, что у потребителя спрос есть, то, что банкам это нужно, и это нужно этим техам, это однозначно. Значит, ваша активная роль, как вы ее проявили за полтора года, привела к тому, что рынок начал развиваться. И мобайл-айди, в смысле, банк-айди начала пользоваться активным спросом. Плюс оцифровка всех босс-сервисов и, в принципе, оцифровка, которую проводят Кабмин последние полгода, также подтолкнула разница системы. Поэтому координация с Кабмином, вам лучше знать, как вам это сделать, это ключевой момент. А минимальные цифры в взаимных расчетах, это второй момент, который, на мой взгляд, не всех бы устроил, но все довольны быть и не должны. Когда кто-то доволен, кто-то недоволен. Все должны быть максимально недовольны. И только в этом случае система заработает успешно. Спасибо. Я бы говорила, что я комментирую. На самом деле, смотрите, это же не мы придумали эту цену, да? То есть мы спросили рынок. Конечно же, будут довольны и, конечно, будут недовольны. Например, коммерческие компании, не телеком-операторы, этой ценой удовлетворили. Банки, собственно, это было предложение банков среднедеющих. То есть мы собирались на базе НАБУ, проводили презентацию этой модели и как раз с целью диалога и спрашивали. Вы знаете, очень много было вопросов задано, но не по вопросу цены. Поэтому, тем не менее, возвращаясь к дальнейшему, я для себя однозначно понимаю, что дальнейшая дифференциация тарифов под конкретно какие услуги и объем идентификации, которые будут передаваться, он назреет. Так, рано или поздно, мы к этому придем, потому что абсолютно разные компании предоставляют эти услуги. Они все разные в своем бизнесе. разные по сущности своей. И банки, как бы, тоже, да, то есть открыть счет через пользу с идентификацией первого банка, это как бы отдельная вещь, выдать кредит финансовой компании, это другая вещь, проголосовать на каком-то сайте местной администрации за там, чтобы не снесли парк, это другая. И объем идентификации, который будет потребляться абонентами, надовочами услуг, он тоже разный. И, наверное, мы должны будем в этом дифференцироваться, потому что вопрос, какое количество данных передавать, какие документы передавать. Ну, у нас есть, например, это тоже, на самом деле, очень большой вопрос. И вот Скандинавия даже показала, что они к этому шли, там, почти 20 лет. И, а мы, да, вот, я, Александр, полностью согласна, что у нас процесс уже пошел, и тут вот этот тюнинг, он очень важен и с точки зрения и безопасности передачи данных, и доработки нашего ядра. Мы понимаем, что оно несовершенно. Мы это четко видим, и каждый день мы получаем какие-то новые кейсы, которые нас, так или иначе, подтолкнут к развитию этой системы, как технологически, так коммерчески, и методологически в том числе, потому что и субъектность тоже очень важна в этой системе. Поэтому спасибо вам всем. Комментарии тоже очень полезны. Я, в самом деле, хотел тоже прокомментировать по этому поводу вы в конце концов сказали о дифференциации. То есть, если мы говорим о цене, нужно отталкиваться от конкретных кейсов, для чего используется идентификация. Но дело, если мы используем клиента, идентификацию клиента через банк-эдди, единоразово, в процессе анбординга, например, это одно. Мы понимаем, сколько стоит, например, проверить клиента в бюро гадитных историй и вообще, сколько стоит привлечение клиента. когда это... Нет, тут 20 гривен очень даже... Если мы говорим про транзакционный бизнес, о чем коллега, понятное дело, там, когда речь идет о десятых процентах комиссии на операции, то 20 гривен. Поэтому тут нужно точно дифференцировать в зависимости от кейса. Но вообще хочу сказать, что штука классная. Мы, на самом деле, себя тоже с удовольствием бы использовали, но столкнулись с тем, что тот входящий поток клиентов, который сейчас есть, проникновение в банк они пока низкое, поэтому какие-то процедуры такие строить промышленные еще пока не представляется возможным, но было бы очень... Хотели бы. Как минимум, например, мы стремимся к тому, что упрощаем жизнь клиента в процессе заполнения каких-то данных своих. Если бы мы могли получать эти данные из внешних источников, клиента не учит, просто там подтвердил и пошел дальше, было бы, на самом деле, очень хорошо. Спасибо. Объема идентификации. Вы упоминали о додатке ДИА, да, и, собственно, этот додаток показал, что рынок, рынку интересны инновационные продукты. Есть ли у вас информация о том, сколько пользователей сошло в этот додаток, используя банк АДИА? Транзакция на тот момент, насколько я помню, там было около 34 тысяч за тот день. Но, еще раз, у нас эта система совсем небольшая, то есть, естественно, у приватов в тот день была идентификация, конечно же, больше. И у нас, кстати, большое количество банков подключилось уже после того, как идея была. Спасибо. следующий вопрос Опытбанк. Хорошо, а какие есть сопутствующие задачи на рынке по стандартизации, по оптимизации и организации доступа на рынке? Ты вчера мне задал вопрос, какой задать мне вопрос, теперь его задаешь. Спасибо за вопрос. Вот спадем. Ну, рояль в кустах должен стоять, и экспром должен быть подготовлен. Значит, этот вопрос обсуждается на рынке последние 20 лет. На самом деле доступ, есть ограниченное количество агрегаторов, как банковских, так и не банковских, и банковских. Мы с вами прекрасно знаем Райфайзен, Щад, когда-то ПИП и Приват из самых крупных, которые заключили договора с десятками тысяч поставщиков. Со всеми с ними вот тот самый зоопарк, который ты описывал на примере Европы. Вот это должно быть стандартизировано, и об этом разговоры идут 20 лет. Возможно, уже и не нужно, но даже там какой-то аналог Айсов-2022 тоже был бы очень уместен. И вот здесь, на мой взгляд, закон про открытый банкинг, и, по крайней мере, я буду делать все возможное, чтобы это случилось, потому что эти же идеи мы предлагали в предыдущий закон, который я уже упоминала. Все поставщики услуг на рынке в принципе тоже должны открыть свои API и отдавать всю информацию, которую у них есть, тем финансовым агрегаторам, которые хотели бы такого рода информацию получать для выставления счетов и оплаты своими клиентами. Это первый момент, который должен был быть стандартизирован. И какая-то мысль у меня была еще. Вспомню дополнительно, скажу. По крайней мере, вот это, на мой взгляд, должно быть оцифровано и оцифровано правильно. Следующий вопрос. Сегодня наш коллега из Швеции, по-моему, Джон Элис, извиняюсь, привел пример статистики о том, что банк Адии пользуется 90% населения старше 15 лет. И количество подключений, частота использования 4 раза в неделю. Как обстоят дела в Украине, как преодолеть порог отсутствия реальных данных о клиенте и его платежеспособности расширить финансовую инклузию на всю Украину? Можно по одному вопросу? Швеция, давайте если Скандинавию смотреть, давайте посмотрим на Швецию. Там, наверное, какая-то просто индивальная картинка была. Семья Швеция? Семья Швеция. Бэрк Иди и Свиш они работают в комбинации в Швеции. Это и лентентификация, и платежный сервис. И, кстати, речь идет о счет-счет, инстант платежи, и, насколько я знаю, это, как же, на стандарте ISO 222. Банки собрались и приняли решение, что им для того, чтобы не отдать своих клиентов, в том числе мобильным операторам, договорились о создании такой системы и вложили в это Диму. Это, наверное, самый, думаю, наверное, такой классный, если можно такое слово сказать, пример на мировом рынке коалиции банков для вот такого вот digital сервиса и casual. Мы, конечно, понимаем, что в Украине мы к такой модели вряд ли придем, и что это вряд ли возможно, но вот именно Швеция в этом отношении показывает реально высокий уровень, потому что однозначно, однозначно потребителям получать услуги не только и финансовые, и не финансовые, через единое приложение, используя и идентификацию довольно, и быстро, удобный сервис оплаты, еще и бесплатно. Я бы поспорил насчет того, что банки никогда не самоорганизовывались, не договаривались. Я хочу напомнить, что совсем недавно энное количество сотен американских банков сначала отменевали визу, а в Европе мастерка. Да, поэтому тут бы я уточнили немножко. Хорошо, у нас заканчивается время. Последний вопрос. Большая часть относится к банкам, к представителям банков. Вы поговорили про трансформацию банков в связи с OpenBank. Поговорили о грозах, возможностях. Такой вопрос. Есть ли у банков уже представление, сколько инвестиций нужно вложить в эту трансформацию и есть ли идеи, как эти инвестиции отменять после? Классический банк один. бюджет есть примерный уже. Они уже тратятся, зарабатываются параллельно и так далее. С прошлого года бюджет даже с учетом нашего объема наших планов это не сотни тысяч, это больше долларов. С учетом того, что мы параллельно развиваем процессинг под этот рынок и под клиентов, которые процессинг будут обслуживать. Поэтому инвестиции уже вкладываем, слава богу, они амортизируются. Но проблема большая в том, что инвестиции идут не только в железо, инвестиции идут в разработки, в ПО, в которой опять же была дискуссия утром, какую команду лучше держать, свою или аутсорс. мы уже сейчас имеем и свою команду и аутсорс. Потому что мы просто не справляемся и нужно все параллельно. Поэтому инвестиции сотни тысяч долларов. Команды есть, команды работают и в этом году мы уже начнем имплементацию на рынок новых продуктов под этим всем, который будет запасом на 21-22 года, когда будет рынок развиваться. А как отбивать? Наши стратегии это не только украинский рынок. И мы уже начинаем выходить на зарубежные страны, потому что на украинском рынке будет довольно таки мало места, когда все начнут этим заниматься. Притом с учетом того, что мы будем внедрять стандарты международные, почему внедряя международные стандарты и смотря на других мы не смотрим на них как на рынок. То есть стандарты мы берем, опыт мы берем трансграничный платеж и стирание финансовых границ все-таки грядет. И к этому нужно готовиться уже сейчас, а не через два года, когда это вступит в силу либо через три года. Поэтому отбивать это только масштабирование бизнеса в рынке. Опять же за счет того, что у нас будут единственные стандарты. гостин я хочу сказать, что я на самом деле являюсь представителем компании, которая хоть и сотрудничество с банком, но все-таки за ее пределами нахожусь, за пределами банка нахожусь, реализован этот проект. Ну, естественно, мы хорошо понимаем, какой объем инвестиций мы уже понесли и сколько еще предстоит понести. И, естественно, эти вещи планировались заранее, мы понимали, на что идем. Что касается понимания банков в принципе, я так понимаю, что на самом деле, да и были все банки, да, понимают, осознают. Я встречался со многими топ-менеджерами и собственниками банков, которые читают...